россия становится главным поставщиком нефти в кнр причина этого как считают эксперты кроется не только в скидках но и во внутриполитических и экономических изменениях в самом китае суммарной поставки нефти по трубопроводам и по морю составили почти 8 целых и 42 сотых миллионов тонн 61 и 7 миллионов баррелей или почти 2 миллиона барреля в день таким образом российская федерация стала первой в списке поставщиков нефти в кнр обогнав даже саудовскую аравию неплохо так белый дом отказался от путинского черного золота без молекул свободы особенно с учетом все растущих растущих цен на бензин самих штатах и также экономика россии демонстрирует поразительную устойчивость в условиях беспрецедентного тотального конфликта с западом и агрессивного санкционного давления причем такой грех не процитировать как считает колумнист британской газеты the guardian саймон дженкинс евросоюзу следует забыть о санкциях против россии так как они приносят больше вреда чем пользы собственно отрицать подобное сегодня вообще сложно если вы будете хотя бы минимально объективно подходить к происходящему однако кажется самое веселое еще только начинается сша проигрывают китаю тихую битву за тайвань пишет the foreign fs вашингтоне может определиться со стратегией в регионе да и хороших вариантов у него нет колебания сша нервирует и сам тайвань и американских союзников а китай усиливает боевой потенциал вокруг острова тем более добавляет автор если соединенные штаты продолжат свою нынешнюю линию сдерживания пекина сохраняя свою сеть союзов и усиливая свое военное присутствие в азии то защита тайваня обойдется очень дорого американским налогоплательщикам который и без того как сыр в масле уже давно не катаются в общем если сша дернутся сейчас они поимеют уже два фронта проблем потому что конфликт с россией по-прежнему не решен при том что вашингтон и так балансирует на грани горячей фазы происходящего со всеми вытекающими а точнее вылетающими смысле ракетами которые есть и у китая а играть в долгую штаты себе позволить уже не могут время работает и на кнр и на российскую федерацию так что это далеко не конец истории дорогие друзья в связи с отменой монетизации ютюба в россии вы теперь наша единственная надежда что канал будет работать и дальше над проектом не конец истории работают живые люди которым нужна ваша поддержка всего лишь раз в месяц 50 рублей а можно даже 100 позволит нам продолжать работать для вас потому что нам это очень нравится надеемся и вам тоже номер карты вы найдете в описании к этому ролику заранее огромное спасибо вместе победим